Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами готовим пп куличи. Для этого нам потребуется 220 грамм тлурога, возможно 200, посмотрим по профессионалу. В тесто идет 3 яйца, 1 желток и 1 влог у нас остается для глазури. Также 40 грамм овсяной муки, 180 грамм рисовой муки, разрыхлитель 1 упаковочка, 70 миллилитров молочка, 2 пакетика ванилина в тесто, сахарозаменитель, там посмотрим сколько его нужно будет тоже по вкусу, и 70 грамм изюма. На глазури у нас пойдет, повторюсь, один белок, до пика взобьем, добавим к нему сакза и будем этим смазывать, также присыпочка. Ну что, для начала взбиваем сюда 3 яйца. А с этого яичка мы взбиваем всего лишь, сюда добавляем 1 желток. Следующим этапом добавляем творог. Добавим грамм 200, вообще по моему рецепту 200 грамм. Творог у меня вот такой вот, достаточно плотный, 5% жирности. Добавляем его сюда, но я взвешивать уже не буду, пачка здесь 220 грамм, и мы сейчас примерно на глаз добавим, где-то 20 грамм, я думаю, вот примерно в остатке. Следующим этапом добавляем молочко. Дальше добавляем 2 пакетика ванилина. И следующим этапом добавляем сакза. У меня вот такое вот в жидком виде. Сейчас добавим, и потом уже будем пробовать. Ну и теперь все это мы взбиваем блендером. Ну что, мы взбили до достаточно жидкого состояния нашу массу. Так, теперь мы сюда добавляем нашу муку рисовую. Затем добавляем овсяную муку. И теперь добавляем упаковочку ротерплителя. Следующий идет изюм. Теперь перемешаем все силиконовые лопаточки до однородной массы. Вот таким образом. Аккуратненько, потихонечку. Очень удобно тесто вот так перемешивать силиконовыми лопатками, я вам советую. Я тоже недавно приобрела. Намного лучше, чем ложками, деревянными лопатками или чем-то еще. Если тесто покажется вам чуть-чуть густоватым, я покажу нужную консистенцию. Мы просто немножко добавим жидкости. Водички или молочка. Наше тесто получилось немножко густоватым. Еще каплю, каплю, буквально капельку молока. Пока что хватит. Посмотрим. Ну вот. Тесто у нас получилось нужной консистенции. Оно похоже на очень густую сметану. Видите? То есть оно как кремовое такое. Там остались маленькие крупицы творога. Получится куличик такой творожный. Очень нежный, вкусный должен быть. Следующим этапом мы сейчас смажем формочки для кулича. У меня вот такие вот бумажные. Диаметр 12,5 см. Я решила взять такие побольше. Смазываем капелькой масло. Можете взять любую. Оливковое, вот такое простое, подсолнечное. Главное без запаха. Капаем буквально по каплю масла. Я даже думаю, что накапнуло много. Хотя нет, нормально. И вот так смазываем донышко и стеночки. Ту же манипуляцию проделаем со второй формой. В тесто формочки буду накладывать ложкой. Потому что мне будет так удобнее, я думаю. Очищаем лопаточку. Вкуснятина. И накладываем ложечкой тесто. Вот таким образом накладываем половинку теста сюда. Половинку теста во второй форме. У меня получилось тесто. Маловато для двух таких больших форм. Поэтому, в принципе, никаких проблем в этом не вижу. Выложила все в одну формочку. Будет один кулич побольше. И сейчас мы отправляем это все на решеточке в духовку. Я ее уже разогрела на 180 градусов. Где-то на полчасика. А там уже будем смотреть по готовности. Ну что, приступим к глазури. Для этого нам понадобится белок один яичный. И я добавлю просто вот такой же сахарозаменитель, как и в тесто. Сейчас мы это все взобьем миксером до крепких пиков. Решила добавить еще один пакетик ванилина в глазурь. Я думаю, что хуже не будет. Ну что, вот я взбила белок до однородной массы. До крепких пиков. То есть, он вообще очень-очень крепкий. Сейчас достаем куличик и будем его украшать. Ну что, кулич уже достали из духовки. Простоял он там в общей сложности где-то минут 40 у меня. Я решила его подрумянить, чтобы точно внутри пропекся. Вот он горяченький. Сейчас мы будем снимать с него форму бумажную. Он очень-очень мягкий получился. Мне его просто больно трогать за счет того, что... Так. Получился он очень мягкий, но он очень горячий. Пока не могло вам показать, насколько он мягкий. Это просто невероятно. Он пахнет просто офигенно. Чуть-чуть прилипло немного. Маленечко почему-то. В общем, отправила я свой кулич еще ненадолго в духовку. Хорошо еще были у меня формочки. Чуть-чуть мне показалось, что он сыроват. Вот. Поэтому решила еще подпечь его. Снимаем второй раз форму. Сейчас он точно подрумянился. Сейчас он чуть-чуть, вот видите, здесь у меня. И сейчас он безумно-безумно красивый у меня. И очень-очень мягкий. Но не потрогать его пока, он очень горячий. Так. Сейчас чуть-чуть он подостынет. И мы его сразу же макнем в глазурь. Потому что я прочитала, что горячий кулич. В это именно глазурь яичную белковую. То есть нужно его макать горячей, чтобы она схватилась на нем. Так что сейчас ждем буквально пару минут и макаем. Ну что, куличик у нас подостыл немножко. И сейчас попробуем макнем его прямо туда шапочкой в глазурь. Опасный трюк. Нифига. Как так в видео во всяких все делах непонятно. Поэтому будем наносить просто лопаткой, короче, поверху. Может быть я слишком перезбила белки. Ну посмотрим. Я думаю, сейчас они лякут хорошо. Надо, наверное, было их пожиже сделать. Не до пиков таких. Знаете, везде во всех рецептах по-разному. Я первый раз по этому рецепту делаю. Вообще, это мое первое видео. Такое вот полноценное на рецепт. Потому что у меня канал макбангов, кто его первый раз смотрит. Захотелось для подписчиков, в том числе для новых зрителей, сделать вот такой вкусненький куличик. Я думаю, мы сейчас так нанесем. Почему-то какой-то он странный. Этот белок у меня не такой, как у всех. Ну, вы знаете, ребята, у меня ничего не бывает просто так. Почему-то он какой-то жидкий внизу. Прям вообще жижка какая-то. Но ничего страшного. Все это возможно. Все это красиво. И знаете, что я подумала? Я сейчас его отправлю с этой шапкой в духовку. Прикиньте. Круто я придумала. Я такое видела, на самом деле, в интернете. То, что так кто-то делал тоже в рецептах. Подпекали вот эту шапку из белка. Чтобы она вот такой жидкой не была, чтобы она схватилась. Я не думаю, что он на горячем куличе прям схватит эту шапку. Мне подсказывает, что этого не случится. Так что вот. Сейчас, в общем, все это выровняю дело. И еще в духовочку. Посыплю своими посыпочками в духовку. Ну что, ребят, глазурь подпекла. Уже вытащила из духовочки. Видите, она маленечко потемнела. Подзапеклась, так скажем. Вот. Зато теперь она держит свою форму. Не течет. И выглядит, в принципе, это все очень-очень аппетитно. Сейчас еще маленечко ждем. И покажу вам в разрезе его. Ребят, ну что, давайте посмотрим в разрезе. Я уже отрезала. Корочка очень хрустящая. Внутри он безумно мягкий. Такое прекрасное такое мягкое тесто получилось. Он очень-очень пористый, воздушный, мягкий. Вот. Просто пахнет изумительно. Я вам советую к приготовлению. Рекомендую. Вот. И что могу сказать. В общем, в сумме он простоял в духовке где-то около часа до 180. Ну, смотрите по своей духовке. У всех духовки разные. Так, что еще? С глазурью, в принципе, проблем никаких нет. Можно, наверное, не до таких сильных пиков избивать белок, как я это сделала. Но, в принципе, ничего. То есть, он запекся. У меня буквально... Я его запекала, наверное, минуты-две на конвекции. У меня была включена конвекция. И нижний, верхний подогрев в духовке. Вот. Можно было даже поменьше чуть-чуть, а то он чуть-чуть припекся. В общем, всем приятного аппетита. Всем советы к приготовлению. Пишите свои комментарии. Понравился ли вам вообще рецепт такой формат съемки. И готовьте по моему рецепту. И пишите мне потом тоже под этим видосом, получилось ли у вас. Вот. В общем, всех с наступающей Пасхой. Всех с праздником. Всем всего хорошего. Главное здоровья, ребят. Всех люблю. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok